Добрый день, уважаемый инвестор! Сегодня российский Минфин будет предлагать два выпуска ФАЗы, среди них 10-летние бумаги и 5-летние бумаги. Так, 10-летних облигация будет предложена на 1,56 млрд рублей, с ориентиром по доходности 7,63-7,68% годовых, и 5-летние бумаги на сумму 2,860 млрд рублей, с доходностью 6,85-6,90% годовых. Что-то сказать, в целом параметры выглядят довольно-таки интересно, предлагаю премию к вторичному рынку, особенно премия прослеживается по 10-летнему выпуску, вот как раз у нижней границы вчера закрылись вторичные торги по доходности. Такие объемы небольшие мы видим, потому что до размещаются остатки данных выпусков, которые планировалось, соответственно, разместить. Вот как раз малый объем, неплохая доходность, а также скорое заседание Банка России, на наш взгляд, сыграет на руку министерству, и он сегодня сможет в полном объеме разместить оба выпуска. Ожидаем хорошего спроса на сегодняшних аукционах и выполнения планов ведомства в полном объеме. Смотря на тенденции на рынке РИПО, мы видим, что вчера Банк России был более чем щедр, лимит по однодневному аукционному РИПО был увеличен до 670 млрд. рублей, с понедельничных 500 млрд. рублей. Также был более чем щедрый лимит данным банкам и на аукционе недельного РИПО, это 2,2 млрд. рублей. Конечно, нужно отдать должное регулятору, который не оставляет Банк в сложной ситуации, но все равно расслабляться не стоит, поскольку пока еще налоги не приходится платить отечественным организациям. Налоговый период статует лишь 16 сентября, однако напряжение уже высоко. Конечно, Банк России делает все правильно, оказывает солидную поддержку, но не будем забывать, что налоговое время будет подстегивать уже немалый интерес к рублевой ликвидности. Говоря о корпоративных рублевых бандах, мы видим, что здесь вчера царили боковые настроения, их сохранение ожидаемо сегодня. С одной стороны, каких-то резких негативных моментов со глобальных рынков сейчас не поступает, в частности, ввиду устаканивания пока на время ситуации по Сирии. Как мы знаем, в США отложили решение вопросов по нанесению ракетных ударов, но все-таки как раз денежно-кредитный рынок сохраняет определенное напряжение, поэтому вряд ли бумаги сегодня смогут вырасти в цене. И смотря на зарубежные долговые рынки, мы видим, что в облигациях проблемных стран еврозоны пока дела обстоят довольно-таки неплохо, причем наблюдался вчера интересный момент один, например, доходность 10-летних индикативных испанских облигаций вновь опустилась ниже доходности итальянских бумаг, то есть доходность испанских составляла 4,51% годовых, а итальянских 4,53% годовых. Такой ситуации мы не видели уже с 1 марта 2012 года, и в целом, конечно, это говорит о том, что пока страсти по Испании поутихли, и в целом доходности выравнивается по еврозоне, очагов сгорания новых мы не видим, и пока, конечно, это нас радует, поскольку и других рисков хватает, помимо европейских, как раз вот сейчас основные риски, это такая, скажем, напряженная ситуация по Сирии, которая сейчас все-таки поутихла, и риски сворачивания к УЕ. И Европа здесь все-таки выступает пока, скажем, таким тихим моментом, не являясь дополнительным раздражителем. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания.